Главный вопрос на повестке дня – это, конечно же, назначение выборов депутатов Рязанской городской думы. Проект решения предлагает назначить их на 9 сентября 2018 года. Посему выходит, что действующая дума в ее нынешнем составе может прекратить свое существование. По словам депутатов, подводить итоги их работы пока рано. Однако Владислав Фролов, председатель Рязанской городской думы, оценил ее как хорошо. Вы знаете, работа депутатов, она порой не видна, и ее трудно оценить. Хотя каждый из депутатов провел огромное количество встреч во дворах. Поверьте, это серьезный труд. И эту информацию, саккумулировав, принес в администрацию города. И огромное количество проблем благодаря депутатскому корпусу было решено. Кто работал качественнее, кто менее качественно, оценят избиратели. Владислав Фролов рассказал, что правильнее всего подводить итоги в начале сентября, ближе к дате выборов. Другой важный вопрос на повестке дня – это сделки муниципального предприятия «Водоканал» города Рязани и РМПТС. Предлагается выдать кредит этим предприятиям на сумму 70 и 100 миллионов рублей соответственно. Ранее мы уже рассказывали, что в текущем 2018 году планируется начать капитальный ремонт всей центральной системы города. Сумма, которая будет затрачена, по предварительным данным, в районе 1 миллиарда рублей. Кредиты, которые будут выдавать муниципальным мероприятиям, скорее всего, будут потрачены на эти работы. Другая сторона монеты – это вопрос тарифов. Так как это городские компании, то будут ли проценты с кредита погашать деньгами потребителей или нет? С тарификацией это не связано, потому что все кредитные истории, то есть это кредитная линия, очередной кредит. Он отдается, берется в то время, когда предприятию это необходимо на определенные нужды. Сегодня это покрытие определенных кассовых расходов. На тарифах это ровным счетом не отражается никак, потому что тарификацией занимается у нас региональная энергетическая комиссия. Обе сделки были одобрены. Третий дополнительный вопрос, который также был принят на обсуждении – это изменение в схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Рязанской городской думы. Все вопросы, которые были вынесены на повестку дня, утвердили. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания, город.